Планы на будущее. На совещании у президента обсудили социально-экономическое развитие страны. Население перестанет осторожничать и предложит свои деньги в депозиты или облигации. Какие изменения ждут белорусский рубль? Разрушить все барьеры. В Беларуси отмечают День инвалидов. Я привыкла взаимодействовать с этим миром с помощью других чувств. Как найти себя? Только на 4 дня. В Бобруйский район доставили православную святыню. Он говорил, что человек без любви подобен кувшину без дна. Что известно о преподобном старце. А также транспортный коллапс, продуктовая корзина и пункт назначения. Стали известны подробности ДТП в Осиповичском районе, какое решение принял суд. Обо всем по порядку. На совещании во Дворце независимости обсудили социально-экономическое развитие страны. Говорили о санкциях, госдолге и инфляции. Подробно обсудили экспорт и белорусский рубль. Глава государства заявил, внешний торговый баланс Беларуси за 10 месяцев превысил 2 миллиарда 700 миллионов долларов. Растет промышленное производство, причем практически во всех его подотраслях. Правительство полагает, что в следующем году в приоритет нужно возвести экспорт. Во-первых, это разумно. Ведь пока есть возможность продавать и закрепляться на мировых рынках, а это будет недолго, надо действовать. Упускать момент, чтобы заявить о себе нельзя. Нельзя. Будем интенсивно наращивать валютную вырыжку. Получим крепкий белорусский рубль. Население перестанет осторожничать и предложит свои деньги в депозиты или облигации. Так поступательно нарастим базу для длинного инвестирования. Это задача не только правительства, но и у всего банковского блока. Тем более, что инвестиции действительно у нас проседают. Более 60% белорусской промышленной продукции поставляется за рубеж. При этом наша конкурентоспособность в глобальном рейтинге занимает 46 место среди 152 стран мира. В связи с этим экспорт товаров и услуг увеличился примерно 33%, а в республики дополнительно поступило 8,5 миллиардов долларов. Жить в полную силу. В мире отмечается День инвалидов. Накануне в Бобруйске прошел первый региональный инклюзивный форум. Представители общественных организаций подвели итоги работы во время пандемии. Это и запуск горячей линии, и информационные рассылки. Об адаптации в обществе Ольга Васинда. Марина Абазовик родилась абсолютно здоровым ребенком. Роковой поворот судьбы случился 26 лет назад. На переходе ее сбила машина. Со временем стало ухудшаться зрение. Сейчас у женщины первая группа инвалидности. Несмотря на недуг, жизнь бьет ключом. За последние 7 лет горожанка реализовала более 20 социальных проектов для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, Марина – автор и ведущая YouTube-канала «Мы есть». Я просто настолько легко адаптировалась к своему состоянию, к отсутствию зрения. Я привыкла взаимодействовать с этим миром с помощью других чувств, ощущений. Я не чувствую себя как-то некомфортно в своем состоянии. Я просто приняла эту ситуацию. И, наверное, еще тогда, в 14 лет, я приняла ситуацию. Я осознала, что да, это навсегда, это будет со мной. И я научилась с этим жить. В Беларуси порядка 6% населения с ограниченными возможностями. Их социальная защита – одно из приоритетных направлений политики государства. Чтобы привлечь внимание общественности к проблемам людей с инвалидностью, в Бобруйске впервые проводят региональный инклюзивный форум. Здесь представители общественных организаций делятся новыми идеями и проектами. Я рада, что присутствую на таком форуме, что могу выразить свою точку зрения, что такие встречи очень важны для нас. Чтобы нас услышали, увидели и хоть там несколько так в какое-то время побыли с нами и узнали именно от нас наши проблемы. На повестке дня – работа общественных организаций в период пандемии. Коронавирус стал серьезным вызовом для особенных людей. Именно поэтому в городе появилась горячая линия. Доставка продуктов и лекарств не требует лишних затрат. Услуга бесплатная и безопасная. Сотрудники Центра социальной защиты работают в масках и перчатках. Без надобности в квартиру не заходят. После покупок возвращают сдачу и предоставляют чеки. Этот форум мы собрали для того, чтобы поделиться практиками, наработками, какими-то инновационными идеями для того, чтобы улучшить качество людей с инвалидностью и их социализировать в наше непростое время. Традиционно Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. Помимо ежемесячных пособий и пенсий, им всячески помогают в трудоустройстве. Больше шансов найти работу у людей с опытом и профессией. Для этого организуется их подготовка по востребованным специальностям, как показывает практика. Даже имея группу, можно заниматься любимым делом, создать крепкую семью и жить в полную силу. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Лимит на безрассудство. Следователи раскрыли подробности ДТП в Осиповичском районе. Авария произошла днём 3 июля. 43-летний минчанин ехал по грунтовок гравийной дороге со скоростью 82 км в час. В этот момент в машине находились две женщины и несовершеннолетние. Как всему прочему, мужчина был пьян. Юра, во-первых, ты едешь по встречке. Мало ли, сейчас кто-то выйдет. Не, ну это пипец какой-то. Юра. Ну, Юр, ты... Юра, ну ты же подумай о нас. Как результат, на влажной дороге автомобиль занесло. Ниссан выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Пассажирам причинены тяжкие телесные повреждения. Пострадал и сам водитель. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы. Автомобиль конфискован. Гуманитарная помощь, негласный контроль и наличные деньги. Ночью могут возникнуть проблемы с обслуживанием банковских карточек. В какой период? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕДЕТ ОТРАБОТКУ ТРАССЫ Р-43 ГРАНИЦЫ РФ КРИЧЕВ БОБРУЙСКОЙ ВАЦЕВИЧЕ. Рейды пройдут с использованием смешанного контроля. Одновременно на транспортных средствах оперативного назначения и без цветографической окраски. Также группы специального подразделения ДПС «Стрела» отработают районы с наиболее напряженной обстановкой. Партия гуманитарной помощи поступила беженцам от общин курдов-язидов. В ТЛЦ доставлена фура теплой одежды для взрослых и детей, обувь, одеяло, матрасы. Собирался груз в России на частные деньги. Его общий вес – около пяти тонн. Стоимость – 18 миллионов российских рублей. Это самая крупная гуманитарка, которую доставила община. До этого она трижды привозила продукты питания и средства гигиены. К слову, в пункте размещения около двухсот езидов. Близятся выходные, а очереди на границе продолжают расти. В таможенном комитете Беларуси считают – виной тому партнеры из соседних государств. Которые намеренно не соблюдают договоренности по приему транспорта. В пятницу выезда из страны ожидают около четырех с половиной тысяч фур. Самым загруженным остается литовское направление. Также значительные пробки на въезде в Польшу. В Беларуси продолжается мониторинг цен на социально значимые категории товаров. В нее входят молоко, мясо, яйца, сахар, мука, овощи. Результаты этой семидневки показали – стоимость корзины осталась на уровне прошлой недели. Также особое внимание уделяется ассортименту магазинов. Теперь к отслеживанию подключаются и сенаторы. Проблемы с обслуживанием банковских карточек могут возникнуть в Беларуси в ночь с пятницы на субботу. В период с двух до шести центр будет проводить технологические работы на своем сетевом оборудовании. Не исключены сложности и при расчетах в организациях торговли, пунктах выдачи наличных, устройствах самообслуживания, а также банкоматах. 30 лет – 30 добрых дел. Белорусский союз женщин подвел итоги работы за год. Акции, подарки, участие в конкурсах «Спортивная жизнь» – это все первички БСЖ «Бобруска-Громаша». В ее составе больше 150 человек. В честь юбилея лучших и самых активных участниц наградили грамотами и денежными премиями. На конференцию пригласили представительниц всех предприятий холдинга. У нас уже нет разделения производства, общественная жизнь. Мы вместе, мы делаем хорошие машины, мы продаем хорошую технику, мы показываем хорошие результаты, но и мы живем яркой общественной жизнью. Сейчас союз оказывает помощь беженцам, застрявшим на белорусско-польской границе. Теплые вещи, продукты, средства личной гигиены – все самое необходимое. К слову, в субботу в Минске пройдет республиканский форум БСЖ. Гостей премий дворец республики в программе «Награждение» и «Грандиозное шоу». Чудо 20 века. В Вобруйский район прибыли православные реликвии. Икона, мощь и крест и часть погребальной доски Гавриила Ургебадзе – одного из самых почитаемых святых в Грузии. С подробностями Татьяна Горбыч. Прихожане храма преподобного Сергия Радонежского встречают православные реликвии. Крест, ковчег с мощами, частицу погребальной доски и вещи архимандрита Гавриила Ургебадзе – одного из самых почитаемых святых в Грузии. Всю свою жизнь монах посвятил вере и служению людям. Возвел во дворе дома церковь, реставрировал иконы, претерпел гонения и пытки. Он говорил, человек без любви подобен кувшину без дна. То есть все его проповеди, все его обращение к людям было именно на любви. Он был прославлен в лике святых 20 декабря 2012 году, через 17 лет после смерти. Это большая редкость. То есть для того, чтобы прославить кого-то в лике святых, то есть канонизировать, нужно, чтобы прошел длительный срок. Святыни в Туголецкий храм доставили грузинские журналисты. О преподобном старце репортеры сняли три документальные картины. Одна из лент получила гран-при на Кубанском кинофестивале православных фильмов. Сюда же гости привезли икону. На ней изображены Серафим Саровский и Гавриил. Он является великой любовью и чудом 20 века, который объединяет в столь многометежные времена каждого человека. Особенно вот сейчас, что творится во всем море, мы знаем. Но один из таких заступников, который подбатривает, который просто не дает упасть. Это и есть наш старец Гавриил. Поклониться святыням и попросить о самом сокровенном все желающие могут до 5 декабря. В эти дни храм открыть с 9 утра до 8 вечера. После воскресной божественной литургии и молебна мощи увезут в Лядинский Благовещенский мужской монастырь. Затем они вернутся на родину в Грузию. Татьяна Горбач, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА